Продолжение следует... Через месяц женщина умерла. Анестезиолог вину признал, раскаялся. Суд приговорил его к одному году и десяти месяцам ограничения свободы. От общества его не изолируют, но он будет выполнять ряд требований уголовно-исполнительной инспекции. В частности, регулярно отмечаться и не менять место жительства. Бесплатная прививка от гриппа. Сделать ее жители области могут по субботам в поликлиниках по месту жительства. При себе надо иметь паспорт и полис обязательного медстрахования. Департамент здравоохранения напоминает. Прививка – самая эффективная и безопасная профилактика гриппа. Эпидемическая ситуация по ОРВИ в регионе пока стабильная, поэтому еще есть время привиться от гриппа. Транспортная полиция во Владимире получила благодарность. В электропоезде Москва-Владимир пенсионерка забыла сумочку. Когда вернулась в вагон, ее там не обнаружила. Дежурная часть оперативно отреагировала на сообщение об утрате личных вещей. И вскоре пропажа была обнаружена. За незамедлительную реакцию оперативному дежурному и его помощнику объявлена благодарность. На улицу Балакирева вернутся автобусы. После закрытия 31 маршрута там остались только десятые троллейбусы. Жители возмущались, а как добираться, если рогатые встанут? И вот с понедельника в городе появится автобусный маршрут номер 2. Он свяжет Балакирева с Добром, причем автобусы будут ходить через промзону по тракторной. До Нового года маршрут будет работать в тестовом режиме. Его протяженность 12,6 километров. С мамой в музей бесплатно. В воскресенье в России День матери. Подарком для жителей и гостей региона станет культурно-просветительская акция с мамой в музей. В ее рамках ряд музеев мамы с детьми смогут посетить бесплатно. Речь идет о Владимиро-Судорском музей-заповеднике Центре изобразительного искусства в муниципальных музеях. В частности, о старой аптеке. Впервые акция с мамой в музей была проведена в 2017 году.